Мы находимся на выставке Петерфуд, Санкт-Петербург, разговариваем с участниками, партнерами. Сейчас с нами сеть розничная Эссен. Анастасия, расскажите, вот вы участвовали в деловой программе, вы рассказывали, учили, можно сказать, что за год изменилось на рынке, чему вы научили, как поменялся рынок за год? Необычный вопрос, а вот за год что... За год мы лучше поняли, за последний год мы лучше поняли, как нам нужно сконцентрироваться. Наш основной бизнес – это гипермаркеты. И если весь предыдущий год мы пытались бороться с магазинами у дома, мы решили, в следующем году мы не будем этого делать. Потому что это действительно бесполезно, потому что наш формат, он все-таки должен быть другим. То есть это должен быть другой фан, нужно понимать лучше своих покупателей и совершенно по-другому строить промо-политику. На самом деле, вчера на выступлении я примерно вот об этом людям рассказывала. Здесь работает центр закупок. Есть ли у вас какая-то обратная связь про него? Полезен ли он, не полезен ли? Достаточно полезен. Единственное, наверное, что бы хотела пожелать, ориентирован он в основном на производственную сферу. То есть это холодильники, это какое-то оборудование, это все, что находится за, скажем так, то, что не вид покупатель. То есть да, это очень важно, но, допустим, для меня, маркетолога, важно скорее получить какую-то информацию, с помощью которой я смогу коммуницировать с покупателем. То есть да, какие-то новые решения, как бы, да, там решение iBeacon, да, или какая-то автоматизация, там, не знаю, улучшение кассы ОПО, какие-то дополнительные точки коммуникации, вот, ну, с клиентами в магазине непосредственно. То есть да, новые технологии, все в этом роде. Вы планируете на Prodexpo в Москву участвовать или посещать? Пока планов таких нет. Не переключайте. Он правильный, потому что он честный. Не переключайтесь, потому что будут включения с новыми экспертами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова